МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Папуа Новая Гвинея встретила российских путешественников шквальным огнем из рогатки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это «Факты на девятом». Добрый вечер. В Новомихайловском сегодня началась вакцинация людей, которые оказались в зоне подтопления. В поселок стягиваются добровольцы и везут гуманитарную помощь из разных регионов страны. Там продолжается ликвидация последствий наводнения. На улицах работают 8 штабов, где организовано питание. Волонтеры адресно доставляют продукты, предметы личной гигиены и аптечки с самыми необходимыми медицинскими препаратами. Рано утром на улицах поселка и в домах началась масштабная уборка. Энергетики ввели в строй практически все поврежденные подстанции. Свет уже есть во всех социальных объектах. В ближайшее время он появится во всех домах поселка. О том, что происходило в Новомихайловском, сегодня целый день следила наш корреспондент Александра Проскурина. Она на прямой связи со студией. Александра, добрый вечер. Что происходит сейчас и чем занимаются пострадавшие от наводнения? Здравствуйте, Артем. Мы действительно весь сегодняшний день провели в поселке Новомихайловске. Мы общались с людьми, которые попали в зону наводнения. Но сейчас можно сказать, что состояние шока у них уже постепенно сходит на нет. Люди видят, что они не оставлены наедине со своей бедой. И именно это помогает им не опустить руки и что-то делать самим, убирать свои дома и придомовые территории. Около частных домов сегодня весь день появлялись мусорные кучи из мебели и испорченной техники. Но они тут же убирались тяжелой техникой. Со всеми людьми, с которыми мы сегодня общались, они рассказывают, что хоть и тяжело переживают все произошедшее, но при этом о своем сегодняшнем настроении и состоянии говорят с долей оптимизма. Не буду плакать, но хотя бы выдать. Да, обидно. Сначала был стресс такой очень сильный. Просто вот мы сидели в стрессе. А сейчас уже как бы собрались с мыслями, что надо все делать, выгребать, как-то жить. Убирать завалы местным жителям помогают волонтеры. Они приехали в поселок еще вчера. Основная масса добровольцев это те, которые работали в Крымске на ликвидации последствий наводнений. И прошли уже такую своеобразную школу по работе с последствиями такой стихии. Кроме того, на помощь подтопленцам сегодня прибыли ребята из Туапсы, Геленджика, Новороссийска и Обширонска. По самым скромным подсчетам сейчас в поселке Новомихайловский трудятся около тысячи добровольцев. Они помогают пострадавшим выносить из домов мебель, испорченную технику, мусор и то, что хозяева успели спасти. А при этом добровольцы нередко оказывают не только физическую помощь, но еще и психологическую. Самое сложное осознать положение, в котором оказались люди, потому что немногие этого понимают. Пока не переживешь, наверное, и не поймешь. И поэтому волонтерцы это хорошо. Ну нам здорово, конечно, ребята помогли. Огромное спасибо. Это что-то мы бы, наверное, еще недели две это все выносили своими силами. Они, пожалуйста, за два часа нам все повытаскивали. Наиболее пострадавшими считаются районы, которые расположены близко к руслу реки Нечепсуха. 357 частных домов пострадало в небольшом микрорайоне, который называется Остров. Его река огибает с трех сторон. Здесь развернулся мобильный штаб, где пострадавшие от наводнения могут получить практически любую помощь. Как, например, пригласить волонтеров, сделать ксерокопии документов, получить юридические консультации. А также здесь они могут получить еще и гуманитарную помощь. Но стоит отметить, что каких-то стационарных пунктов раздачи гуманитарной помощи нет. Как правило, волонтеры разносят ее адресно и по домам. В микрорайоне Остров за два дня работы этого штаба раздали более тысячи продовольственных пакетов и около 10 тонн питьевой воды. В первую очередь людям на данный момент требуется вода, потому что продолжает оставаться напряженность. Разводится водовозками техническая, бутилированная, как я сказала уже, разводится по домам питьевая. В таких мобильных пунктах люди могут также получить еще и помощь медиков. Всего в поселке работает 31 бригада врачей. Кроме того, вакцинация находится на личном контроле главного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Большинство медицинских бригад ходят по домам жителей. Они делают необходимые прививки и раздают медикаменты. Но стоит отметить, что прививают не всех, только тех жителей, которые находятся в зоне подтопления, а также тех людей, которые задействованы на ликвидации последствий наводнения. Созданы специальные поименные списки людей, которым рекомендовано сделать прививку. Все это сделано для того, чтобы человеку не сделали одну и ту же прививку повторно. Так, например, вакцину от гепатита А нельзя делать два раза, ну только один, собственно, раз в жизни. Стоит еще сказать, что основное внимание врачи сейчас уделяют именно детям. С самого утра в поселке ходят 13 бригад педиатров, они раздают медикаменты. Больше тысячи детей в зоне подтопления. Семьи должны быть прививки. Прививки в течение двух дней. Прививки делаются в основном от кишечных инфекций, от гепатита А. Эти прививки не входят на национальный рекомендарь прививок. Противопоказаний к этим прививкам практически нет. Прививьем население подтопленных домовладений. Эта цифра где-то в пределах трех-четырех тысяч. Просто списки уточняются. От гепатита А проведем фагирование против кишечных инфекций. Александра, ну все пострадавшие поселки находятся прямо у моря. Это довольно-таки популярная курортная зона. А как реагируют туристы на происходящее? Вообще видели ли вы их сегодня? Артем, ну можно сказать, что в поселке Новомихайловский окончание курортного сезона испорчено. Сейчас туристов можно встретить разве что на вокзале. Они стараются как можно скорее покинуть поселок и уехать домой. Гостиницы пустуют, а цены на номера резко упали вниз. Впрочем, это объяснимо. Сейчас здесь отдыхающим делать по сути нечего. Купаться запрещено, а пляжи закрыты. При этом, когда именно будут сняты эти запреты, на данный момент неизвестно. Артем. Да, спасибо, Александра. Ну а ход восстановительных работ в Новомихайловском контролирует губернатор края Александр Ткачев. Он сегодня почти целый день провел в поселке. Подробнее об этом Яна Маскаленко. Русло реки Нечепсуха. После наводнения в Новомихайловском прошло больше суток. Район подтопления Александр Ткачев осматривает с воздуха, прежде чем проверить, как идут дела на земле. За ходом восстановительных работ в поселке вместе с губернатором наблюдает и замминистр регионального развития Владимир Коган. Ремонтные бригады сосредоточены сегодня у русла той самой реки Нечепсуха. Задача номер один – восстановить водоснабжение. В ночь наводнения огромный водный поток. Буквально разорвал водопровод. Он свисал на металлических опорах над рекой. Планируем завтра в часам 10 завершить эти работы. Задача серьезная. Губернатор задучил. Сейчас где-то процентов 40 населения водой обеспечено. За восстановлением водоснабжения в курортном поселке следит и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. О том, что угрозы для эпид-обстановки нет, обсуждали с главой региона. Улицы Колхозные располагаются в параллельной реке. Комиссии в домах уже побывали, следом на помощь идут волонтеры. Жители показывают губернатору масштабы ущерба от стихии. Второй микрорайон поселка Новомихайловский тоже в низине, недалеко от русла реки. Во время наводнения осенью 2010-го на первых этажах пятиэтажек тоже стояла вода. Правда, сантиметров на 20 выше плинтуса. В этот раз поднялась на уровень метра от пола. Водой подтопленцы еще вчера запаслись, сегодня отмывают квартиры. В курортном поселке развернуто 6 оперативных штабов. Здесь получают гуманитарную помощь и узнают о компенсациях. Получили все сутки? Да. Как содержание? Нормально. Где и когда можно будет получить компенсацию, интересует абсолютное большинство пострадавших. У многих, как и в Крымске, проблемы с пропиской. У кого-то вообще нет российского гражданства. Другие просят о переселении. Как доказать свое право на компенсацию? Будут ли выплаты за утонувшие авто и затопленные гаражи? Обо всем этом новомихайловцы, перебивая друг друга в толпе, спрашивают у губернатора и главы района. Начиная с сегодняшнего утра по всему микрорайону 6 штабов, 6 штабов, где находятся юристы, здесь штаб, здесь домком, участковые юристы, все свои проблемы вы решите только здесь. Ущерб от наводнения только двух детских садов, почти 12 миллионов рублей. Площадки для маленьких новомихайловцев восстанавливает без преувеличения весь край. Новороссийский колледж. Футбольное поле школьного стадиона полностью покрыто слоем ила толщиной не меньше 10 сантиметров. Почти два года назад его уже приводили в порядок. Будем строить новое. Жалко очень. Красивый стадион был. Будет еще красивее. Буквально на ходу на улице Ткачево останавливает вице-губернатор Кондратьев. В постановлении о выплатах компенсации пострадавшим в Новомихайловском глава региона подписывает на капоте машины. Капитально ремонтировали осенью 2010-го и весь первый этаж 30-й школы. Ощущение дежавю. Намокшая мебель, грязь. Вода здесь стояла под 2 метра. Учебный год здесь, конечно, начнется с опозданием, но с минимальным, обещает директор. На помощь пришли студенты краснодарских вузов, преподаватели, учителя. Только добровольцев 700 человек. Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Туапсинский район. И все же учебный год для школьников поселка Новомихайловский начнется без опозданий 1 сентября. А потом сегодня заявила министр образования Краснодарского края Наталья Наумова. Ученики 30-й школы, которая пострадала во время подтопления, будут учиться первый месяц в другой школе поселка, 35-й. Уже опыт такой был, когда учащиеся 35-й и 30-й школы занимались в одном здании, в две смены, с четким контролем расписания, организацией питания, учебной программы. К 1 октября затопленную школу полностью отремонтируют, установят новую мебель и технику. Сегодня в новом микрорайоне Крымска первое новоселье. Там вручали ключи от квартир пострадавшим во время наводнения. Во дворе организовали сцену, с которой крымчан поздравили казачьи коллективы, местные власти и губернатор. Александра Ткачева первым пригласили на чаепитие в новую квартиру. На новоселье приехал и замминистра регионального развития страны. Подробности в сюжете Анжелики Капушевой. О том, что пришлось пережить в ночь на 7 июля, пенсионерка Таисия Герасченко помнит в деталях. Дом, в котором они жили вместе с мужем, во время наводнения полностью смыл и водой. Волна достигала больше двух метров. Выжили чудом. Спаслись на крыше у соседей. На участке осталась однолетняя кухня. Заходишь в калидор, потом моя комната, вот она, моя комната. Отсюда заход, вот это был зал. Увидя свое новое жилье, Таисия Федоровна едва сдерживает слезы. В новом микрорайоне, недалеко от села Молдаванское, она получила двухкомнатную квартиру. Сегодня на торжественной церемонии награждения, прямо со сцены, она от имени всех крымчан поблагодарила тех, кто помогал. Губернатор Александр Ткачев буквально на час прилетел из поселка Новомихайловский, где тоже недавно случилось подтопление, чтобы поздравить жильцов с новосельем. Сегодня его отпразднуют первые 150 семей. Этот микрорайон, безусловно, имеет очень хорошие перспективы. Этим микрорайоном будет прирастать Крымск. Здесь будет построен детский садик на 180 мест. В будущем году, в апреле месяце, он будет уже, этот проект реализован. Мы проектируем полным ходом строительство средней школы в этом микрорайоне. Конечно, объекты быта, магазины, поликлиника небольшая. Все это будет здесь. Все это будет создано для вас. Остальные пострадавшие получат свои квартиры, крышу над головой, в новом микрорайоне в ноябре месяце. И вы видите, что уже активно идет стройка, 4 девятиэтажных дома. И очень надеюсь, мы и эту задачу решим. Будет создан еще один новый микрорайон. Конечно, для удобства мы поменяли всю транспортную логистику в Крымске. Сюда будут ходить маршрутные, такси, автобусы. А пока нет школы, детей будем развозить к школам, там, где они учились ранее. Максимально сделаем так, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно. Прошло всего два месяца, и вы уже первые из вас, 150 семей, заезжаете в новый микрорайон. Я хочу сказать, что руководство страны никогда не оставляет вас своими заботами. Большое спасибо. Огромная работа была сделана руководством края. В общем, могу сказать, что с губернатором Краснодара очень сильно повезло. Поэтому мы имеем такие результаты. Я хочу вас еще раз поздравить и пожелать, чтобы больше мы в такой ситуации не оказывались. Квартиры в новом микрорайоне полностью готовы к заселению. В них завезли обещанные стиральные машинки, холодильники. В домах есть газовые плиты, все необходимое. Это было обещание губернатора. Бытовую технику в помощь получит каждый новосел. Молодая семья, которая первой получила ключи от квартиры, пригласила губернатора на чаепитие. За праздничным столом говорили о планах на будущее. То, что мы пережили, не рисковать не надо. Ни семьи, ни самой, ни детьми. Будем надеяться, что такого не повторится никогда. Скоро школу, да? 1 сентября. Хочешь школу? Скучу? Скучу. Хорошо. Где-то первую школу есть на полусике, да, пока не построят новую школу? Да. В ответ на гостеприимство молодая хозяйка получила еще один подарок от губернатора. Чайный сервис. Крымчане передавали слова благодарности главам районов за помощь, оказанную им во время наводнения. Первые квартиры – это только начало. Глава региона поставил задачу до холодов. Новые дома заселить всех, кто потерял крышу над головой. В ближайший месяц здесь же, в новом микрорайоне, квартиры получат еще 400 семей. Квартира прекрасная, светлая, темная, теплая. Внучата бегают во всю. То, что два балкона – это было удивление. Мы ни разу не видели, сколько у нас родственники живут, мы ни разу не видели по два балкона. Вот это впечатление было. Стиральные машины, как все было обещано, все стоит и телефон, и чайник, и микроволновки, даже столы со стульями на кухне, все там стоит. Бабушка довольна, сказала, будет знакомиться с жильцами и общаться, дружить, дальше жить. Большое спасибо, что нас не оставили в беде и помогали, и всем людям, которые нам помогали. Вот все, все, всем, всем большой. Хороший получился. Хороший, хороший, хороший. Мне самому нравится. Переехать в новую квартиру Таисии Герасченко помогают родственники, дети и внуки. Она их сразу пригласила на новоселье. Анжелика Капушева, Денис Маскаленко и Антон Калиниченко, 9 канал Крымск. И сразу же после торжественного вручения губернатор поехал посмотреть, как идут ремонтные работы в крымской школе, которая пострадала от наводнения. Классы были затоплены, учебники и оборудование залиты водой. Сегодня здесь полностью отремонтировали школьный двор, часть кабинетов и помещение для кухни. Александр Ткачев дал задание. К учебному сезону все школы Крымска должны быть готовы. Мы точно гарантии есть, что мы все объекты образовательные запустим 1 сентября в Крымске. 1 сентября. 1 сентября, да. И школы отремонтированные. Хорошо. Трудно, тяжело, за месяц все-таки освоить там 800 миллионов. Все разбитое, школы довольно-таки старые. Но 1 сентября все школы примут своих учеников. К 1 сентября завершат ремонт всех социальных объектов в городе, которые пострадали от наводнения. И еще на минуту вернемся к крымским новоселам. Новые дома, в которые они сегодня заселились, полностью телефонизированы. Кроме того, вместе с ключами от квартир жильцы получили бесплатное подключение к интернету и интерактивному телевидению. Абонентское оборудование предоставляет компания Ростелеком. Для того, чтобы жители этих квартир смогли пользоваться в полном объеме услугами связи, современными, это телефонная связь, традиционная услуга, это доступ в интернет, интерактивное телевидение. Наши компании за счет собственных средств были в полном объеме построены льнянокабельные сооружения, установлены современные оборудования, построены в лаконно-оптические линии связи. Первым проверил оборудование и оценил высокое качество изображения участник войны в Афганистане Николай Мирошниченко. Сотрудники Ростелекома рассказали ему, как подключиться к интернету, затем Николай сделал несколько звонков жене и другу. Войдя в квартиру, вот видите, здесь даже нет еще ни мебели, нет ничего. Но зато есть здесь уже современное телевидение, здесь есть телефон, с которым я могу звонить друзьям, родственникам, своим коллегам по работе. Новоселам, которые ранее являлись абонентами Ростелекома, компания подарила телефонные аппараты. И после короткой паузы снова к фактам. В Сочи организаторы начали монтировать выставочные павильоны Международного инвестиционного форума. Огромные белые шатры уже практически скрыли одну из городских достопримечательностей – зимний театр. Уже готовы каркасы большинства павильонов, в них сейчас укладывают пол. Во время форума здесь будут представлены стенды самых разных инвестиционных проектов. В этом году экономическая выставка будет богата культурными и спортивными событиями. Пройдет бизнес-регата, теннисный турнир, соревнования по парусному спорту, а также фестивали вина и кубанской кухни. Также в дни проведения инвестфорума в городе изменят схему движения транспорта. С 20 по 23 сентября сотрудники ГИБДД будут направлять весь поток машин с площади перед Зимним театром на улицу Черноморскую. На ней от учительской до театральной площади организуют двустороннее движение. Очередная задержка рейса у авиакомпании «Кубань». Сегодня в течение 9 часов не могли вылететь пассажиры из Омска в Сочи. По словам сотрудников аэровокзала, самолет «Боинг-737» авиакомпании «Кубань» не прибыл вовремя из-за технической неисправности. В Омск был направлен резервный борт, который час назад доставил пассажиров в Сочи. Как объяснили в пресс-службе авиакомпании, сбои в расписании «Кубани» начались 15 августа. Из-за неисправности нескольких воздушных судов «Боинг-137» и «Эйрбаз-А319». Последние уже отремонтные выполнения «Боинга» совершены работы по мнению неполадок «Боинга». А автопарк кубанских школ пополнили 63 новых автобуса. Ключи от них директора получили сегодня в Краснодаре. На этом транспорте в школу будут ездить дети из отдаленных сел и хуторов. Сегодня таких учеников в край 42 тысячи. Автопарк региона обновляется каждый год. Теперь в него входят уже 953 детских автобуса. По словам сотрудников Министерства образования, такое количество транспорта полностью решит проблему подвоза сельских учеников. Причем не только к школе. Он нужен был нам не только для подвоза на учебные занятия. Но на этом автобусе мы будем ездить и на спортивные соревнования. Это и экскурсионные поездки, это и посещение бассейна. Мы должны жить полноценной жизни, получать вот все то, что им необходимо. Новый транспорт оснащен системой ГЛОНАСС. С ее помощью можно следить за передвижением автобуса. Установлены и ограничители скорости. Поэтому разогнаться можно максимум до 60 км в час. А специальный счетчик контролирует время работы водителя. Ему нельзя находиться за рулем больше 4 часов. В этом году обновление школьного автопарка обошлось краевому бюджету в 102 миллиона рублей. В Сочи появилась первая улица без барьеров. Новый статус получила Платановая аллея в Хосте. По ней теперь могут свободно передвигаться люди с ограниченными возможностями здоровья. Тактильная плитка помогает слабовидящим людям идти по тротуару. Покрытие желтого цвета дает возможность инвалидам по зрению определить направление движения. А также предупреждает об опасностях на пути. Еще один немаловажный элемент безбарьерной улицы – пандусы. Именно аллеи оборудованы почти все – кафе, аптеки и магазины. Мы понесли затраты и трудоемкий достаточно процесс. Но эти все вложения, они очень оправданы. Так как мы помимо того, что сделали доступным наше заведение для людей с ограниченными возможностями, так мы облегчили вход для людей с маленькими детьми с колясками. Платановая аллея, по словам представителей городской администрации, пока единственная улица в Сочи, которая полностью отвечает строительным нормам. Но уже через год все улицы, которые вошли в зону международного гостеприимства, станут для инвалидов. Таково требование МОК. Кроме того, удобно будет людям с ограниченными возможностями здоровья и на городских пляжах. Там оборудуют специальные места для отдыха. Папуасы ограбили ученых экспедиции «Огненный пояс земли». Команда остановилась переночевать в Новой Гвинеи. К путешественникам в гости пришли местные жители. Днем, когда ученые угощали их чаем, аборигены улыбались и вели себя доброжелательно, а ночью подкрались к судну, обрубили швартовые веревки и украли спасательный жилет. Когда участники экспедиции приблизились к лодке папуасов, в ответ, по буквальному выражению Константина Мержоева, был открыт шквальный огонь из рогатки. Народ абсолютно дикий. У них психология несколько другая. У нас несколько было случаев нападения и стычек с пиратами. Мы давали достойный отпор этим ребятам. Приходилось, конечно, применять все, что мы могли, включая и, скажем так, местное оружие. Поэтому, в принципе, команда вся целая, все абсолютно живы и здоровы. И никто при этих стычках не пострадал, кроме папуасов. Участникам экспедиции удалось вернуть украденные. Они готовы продолжать экспедицию. На острове Новая Гвинея путешественники уже совершили несколько восхождений на действующие вулканы. Одним из них стал Манам. После Новой Гвинеи исследователи отправятся на Филиппины. И о спорте расскажет Павел Лаврентьев. Добрый вечер, Павел. Здравствуйте. Ну, как обычно, в трансферной межсезонье вы говорите о покупках чуть ли не каждый день. Что сегодня купили? Сегодня мы потеряли. Я говорю сейчас о баскетбольном локомотиве кубанском. Мы потеряли лучшего игрока прошлого сезона. Вы так трагически говорите, с ним все нормально? С ним все прекрасно. Посмотрим, как будет теперь с командой без него. Новости спорта на девятом. Минус форвард, плюс атакующий защитник. Трансферная арифметика от локомотива Кубань. Начнем с плохой новости для болельщиков. Один из лидеров команды, любимец публики, джеремай, мастер трехочковых, покидает команду. Ему не сделали предложение о продлении контракта. При том, что по итогам минувшего сезона Месси занял первое место среди игроков локомотива по количеству времени на площадке, набранных очков, подборов и блокшотов. В общем, всего, что только можно мониторить в баскетболе. Его уход президент железнодорожников Андрей Ведищев объяснил тем, что клуб стал придерживаться другого направления в селекционной работе. Теперь о прибавлении. В Лока переезжает атакующий защитник Джеймс Эдвард Бэйрон. По прозвищу Джимми в баскетбольном мире он известен как отличный снайпер. Еще до начала своей карьеры в европейском баскетболе он выступал в американской студенческой лиге, где вошел в тройку рекордсменов по количеству заброшенных трехочковых. Последние три года Бэйрон играл за испанский Лагунаро, показывая отличную игру. До старта баскетбольного сезона клуб намерен подыскать еще несколько новичков, каких именно узнаем после контрольных матчей на литовском сборе, куда команда отправится уже завтра. И еще о приобретениях Сенегальцы нынче в моде. Футбольный клуб Краснодар пополнился атакующим полузащитником сборной Сенегала Мусой Канате. Горожане выкупили трансфер 19-летнего футболиста у тель-авивского Макаби суммой сделки 2 миллиона евро. Игрок уже прошел медицинское обследование в новом клубе, после этого подписал личный контракт с горожанами по системе 3 плюс 1. Внимание широкой футбольной общественности Муса Канате привлек на недавнем олимпийском турнире в Лондоне, где в составе своей национальной сборной полузащитник забил 5 голов, что позволило ему занять второе место в списке лучших бомбардиров Олимпиады. Стоит отметить, что на футболиста претендовали такие клубы, как Нью-Касл и Фулхэ. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза приостановил дисквалификацию Артура Тлисова. Полузащитник Кубани сможет принять участие уже в ближайшем матче против Волги. Напомним, что в поединке третьего тура против самарских крыльев Советов Тлисов допустил грубый фолл в середине поля, за что был удален прямой красной карточкой. После этого КДК принял решение дисквалифицировать игрока на три матча. А теперь получается, что футболист вернется в строй после двух пропущенных игр. Ему назначен испытательный срок – три месяца. О погоде на завтра узнаете прямо сейчас. Продолжайте смотреть «Девятый» и будьте здоровы. Генеральный спонсор прогноза погоды – «Кангаро» – это крупнейший в Южной Корее производитель автохимии и автокосметики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok